Всем привет! Меня зовут Катя и вы на канале Фаберлик Лав. Насмотрелась я одного из любимых блогеров Наташа Беларусь. В одном из своих видео он рассказывает про кислоты, про очищение и все такое. Я подумала, а почему бы мне не рассмотреть гели для умывания именно в том ракурсе, как очищение, как первый этап ухода за проблемной кожей и жирной кожей. Перед вами три геля из линейки Dr.Core. Он чуть-чуть подороже, но его цена в любом случае достаточно бюджетная, до 300 рублей. Особенно если вы поймаете по акции, то вообще в районе 250 он вам достанется. Мягкий гель для умывания, артикул 0589. И я им пользуюсь, в данный момент уже половинку использовала. Также гель для умывания из линейки N4W. Ее это линейка, которой могут пользоваться даже подростки. Гель-пенка очищающая, артикул 0466. Они, по-моему, все в одинаковом объеме, только почему-то я его на упаковке не вижу. А, 150 мл. И вот такой вот гель, который уже давно в каталоге из линейки Axiology. Указан он как для жирной комбинированной кожи. Тоже 150 мл. 0258 оснащен дозатором, что очень удобно. Прямо густой-густой гель. Все три геля я протестировала на себе. У меня очень сухая, чувствительная кожа, но склонная к акне, к забитым порам. Или ко всему такому подобному. У меня нет черных точек, у меня нет расширенных пор. Но у меня как раз бывают подкожники, у меня бывают комедоны. Вот это все у меня бывает. Поэтому мне тоже нужны такие средства. И давайте разбирать состав. Мягкий гель для умывания из линейки Dr.Core. Он такой немножко белесый, но не перламутровый. Идеально подходит для сухой кожи. Это правда. Сухости не вызывает. И посмотрим, что есть в составе. Сразу говорю, что я не косметолог. Я просто делаю ту работу, которая у вас бы заняла 2-3 часа. Я все изучаю в интернете и вам в сжатой форме выдаю. В составе есть. Переворачиваю вам. Кто умеет читать составы. Надеюсь, видно. Натриолактат, который снимает раздражение. Триголоза. Это увлажнитель, который часто встречается в азиатской косметике. Перфтор Деколин. Это главная составляющая комплекса Аквафте. Если вы в гугле ведете Перфтор Деколин и Фаберлик, то вам выйдет статья. Там рассказывается про кислородную косметику. Если вы смотрели мое видео про линейку Гиалуронка, там мы с вами говорим именно про Новофтем О2. А тут немножечко другая формула. Но тоже все в том направлении кислородной косметики. И главное назначение этого Перфтор Деколина в косметике это уход за кожей, склонной к куперозу, уход за кожей с ранными повреждениями, акне, постакне и помощь коже при эритреме. Вы можете вот в той статье подробно почитать про этот запатентованный комплекс Новофтем, Аквафтем. Это главная изюминка компании Фаберлик. Там все будет. Далее в составе есть мята полевая, которая регулирует выделение кожного сала. Также экстракт горца, который является природным антисептиком, обладает заживляющим и противовоспалительным свойством. Используется в косметике Клиник и Эрбориан. Аргинин, который отвечает за микроциркуляцию и восстановление кожи. Мы его с вами уже проходили в прошлом разборе. И Алантаин, который обладает вяжущим, противовоспалительным и противомикробным действием. Пав, который здесь используется, он действительно мягкий. Вы можете обратить внимание, что вода, а обычно следующее, что идет за водой, это вот как раз таки павы. Здесь они нежные. Гели из этой линейки действительно не вызывают ни сухости, ни стягивания, ни раздражения. Пользуюсь с удовольствием. Кожа действительно становится ровнее. Если есть какие-то воспаления, они уходят. И павы точно нежные, потому что если пав не совсем нежный, то у меня есть такое ощущение, когда я мою лицо, как будто бы все мое лицо из маленьких болячек, которые просто покусывает, пощипывает. Вот с этим гелем такого нет. Следующий гель, который мы разберем, это гель из линейки N4W. Рассчитан и для подростков. И давайте я вам покажу его состав. В составе есть глицерин. Ну, это увлажнитель, его мы не боимся. Пав тут вроде как мягкий, но этот гель у меня вызывает дискомфорт. И далее я объясню почему. Потому что в его составе есть салициловая кислота. Салициловая кислота у нас является BHA кислотой. По-моему, в группе BHA только салициловая кислота и есть. И для моей сухой чувствительной кожи это все-таки жестковато. А вот если у вас как раз-таки жирная кожа, да, склонная к черным точкам, комедонам, то вам салициловая кислота просто необходима. Особенно учитывая тот момент, что сейчас, когда уже теплое время года, активность солнца повышается, мы должны отказываться от кислотных пилингов. Но ведь в жаркое время года количество вырабатываемого себума становится больше. Особенно у жирной кожи. И нужно как-то это все растворять, очищать. А BHA кислота, она как раз является липидорастворимой. То есть, если у нас AHA кислоты, это водорастворимые кислоты, то салициловая кислота, она более агрессивная, и она проникает прям поглубже, так сказать. И она растворяет все эти, весь этот жир, весь этот себум, все эти сальные пробки у нас в коже и очищает ее. Также нужно учитывать всегда то, тут, кстати, вот указано, что с 12 лет можно использовать, что когда мы умываемся, хоть мы умоем руки, хоть мы умываем свое лицо, мы никогда не должны делать это очень быстро. Намылил и тут же смыл. Я всегда умываюсь примерно в течение 20 секунд. Неважно, пользуюсь я в данный момент гидрофильным маслом. Я массирую им 15-20 секунд. Если я умываюсь гелем, пенкой, я делаю это в течение 15-20 секунд, чтобы вещество могло растворить весь этот жир. Это тоже очень важно помнить. Также в составе есть молочная кислота, но она относится к HHA-кислотам, которые более бережные. Но так как уже есть HHA-кислота, люди с сухой и очень сухой кожей, остерегайтесь. Еще есть такой очень важный момент, почему важно понимать вот эти нюансы. Потому что если у вас жирная кожа, вам очень нужна эта кислота, и вы можете пользоваться такой умывашкой летом, не провоцируя пигментацию, ничего, потому что это умывашка. И длительность воздействия не такая. Но зато вы ежедневно хорошо очищаете кожу. А если у вас кожа сухая, чувствительная, то вы с алициловой кислотой можете спровоцировать обратную реакцию. Кожа нормальная, без угрей, может их выдать как защитную реакцию. То есть когда вы так сухую кожу еще сильно переочищаете, она начинает больше выделять себумы, и вы получаете проблемы. Поэтому осторожно. В составе есть цинк, но я думаю про цинк в средствах по уходу за проблемной кожей говорить не нужно. И экстракт тасманского перца, тут кстати об этом указано, да, это действительно активный компонент, очень необходимый в борьбе с проблемной кожей. Вот, кстати, состав тут не такой уж и большой, мы его уже весь с вами обсудили. А теперь поговорим про AHA кислоты. К ним относится гликолевая кислота, молочная, яблочная, лимонная и винная, которые мы встречаем в косметике, но чаще всего это гликолевая и молочная. Гликолевую кислоту мы с вами встречаем в нашей линейке АБЦ пилинг, в шаге А как раз содержится гликолевая кислота. И вот этот гель для умывания, который я себе никогда не заказывала, но как-то заказала в запас для подруги, которая резко там бывает, может написать, что нужна умывашка. Вот, эта умывашка прям действительно очень бюджетная. Сегодня, по-моему, я смотрела на 239 рублей в ценах каталога, а со скидкой еще меньше, кстати. Если у вас еще нет личного кабинета в компании Faberlic, то пользуйтесь возможностью. Сейчас Faberlic дарит новичкам 500 рублей. Все подробности под этим видео вы можете почитать. Сразу скажу, что Faberlic это нестандартная сетевая компания. Вы можете просто в интернет-магазине делать заказ, ничего не распространять, и никто вам не надоедает. Я сама терпеть не могу, когда мне кто-то навязывается, поэтому я крайне редко пишу кому-то максимум приветственное письмо или предупрежу, что вот, например, если сегодня не оплатить, подарок сгорит. Так вот, идем дальше. Переходим к гелю для умывания Axiology, который уже давно в компании Faberlic, но я недооценивала его состав. А состав оказался потрясающий. К сожалению, тут вот из-за особенностей упаковки вы не сможете увидеть, что написано, но я расписала, и, кстати, про этот гель я написала самое большое количество информации. Итак, содержит натрия, какаил, глутамат. Это мягкий паф, и это радует, и я могу подтвердить. Я тестировала один раз этот гель для умывания, не вызвала ни раздражения, ни стягивания, ни сухости. Все классно, хотя в каталоге указано, что он для жирной и комбинированной кожи. Алантаин, ну мы про него с вами поговорили, да, что вяжущее, противоспалительное и противомикробное действие. Аспартат магния, который используется в антиэйч косметики, он имеет свойство как раз-таки работы с дряблой кожей, с увядающей. Дальше, глюконат цинка, он как раз-таки нам нужен, да, в борьбе с акне. Глюконат меди, а, сама свой конспект не могу прочитать. Глюконат меди увеличивает производство коллагена для тонкой кожи, подходит для выравнивания, тонизирования и улучшения общего цвета лица. Но это нам всем нужно. Дальше, там есть куркума, которая обладает противовоспалительным, восстанавливающим и антиоксидантным свойством. Аргинин, мы уже с вами проговорили, тут вот у нас и в доктор Кор, и в аксиологи есть аргинин и алантаин. И далее идет комплекс. Он прям подряд, вы в названии увидите, экстракт хлорелы, гликолевая кислота, молочная кислота, поливиниловый спирт и гептопептид-15, пальмитат. Вот эта смесь, оказывается, это специальный косметический дрон, система доставки полезных веществ в кожу. Я-то сначала, ну как бы разбирала, каждый ингредиент находила в космобейс и так далее. Но случайно, когда я уже дошла до вот этого гептопептида-15 пальмитата, я попала на сайт одной компании, которая как раз-таки вот это расшифровывает всю работу этого дрона косметического. Я вам постараюсь оставить ссылку на этот сайт, где даже есть такие снимки, но не рентгеновские, а какой-то такой специфический снимок лица, который показывает, какую работу проделывают эти дроны с нашей кожей. И для чего нужны эти дроны? Выравнивание тона кожи и восстановление естественного сияния. И как раз-таки на этих снимках, например, черный снимок, и там, например, белым выделены, выделена часть лба, немножко там нос, щеки и подбородок белым. И вот на этих снимках, три снимка, на каждом снимке все больше область вот эта белая. Очень интересно, да, в бюджетном гере для умывания за 100, ну моя цена на данный момент, по-моему, 177 рублей, не дешевый, кстати, потому что, ну, такие разработки это всегда не что-то бюджетное. Система доставки косметический дрон. Вот это меня удивило. С одной стороны, у меня какой-то внутри когнитивный диссонанс, да, по идее, такие вещи для доставки чего-то в глубокие слои кожи, это крем или сыворотка, но что такая система делает в геле для умывания, для меня до конца непонятно. Конечно, хорошо было бы задать вопрос компании, но они так долго отвечают, и вообще, компания Фаберлик, делайте крутые презентации своих товаров, потому что, когда я наслушаюсь других блогеров, которые продвигают косметику люкс и так далее, и говорят про ингредиенты, и ты сидишь и думаешь, да, без этой умывашки за 2000 моя жизнь будет хуже. Заглядываешь в составы Фаберлик, начинаешь их разбирать и понимаешь, что они потрясающие, но почему компания Фаберлик не рассказывает, что в их бюджетном геле для умывания есть косметические дроны, почему не рассказывает, что в новой линейке гиалуронка есть потрясающие активные компоненты. Ничего нам не рассказывают, нужно учиться презентовать свой продукт. Ну, буду теперь заниматься этим я. Я, конечно, понимаю, что большей части моих зрителей на самом деле неинтересно смотреть там про составы и все прочее. Им надо так знать. Приятно, неприятно, вкусно пахнет, невкусно пахнет, очищает до скрипа, не очищает до скрипа, увлажняет, не увлажняет, вызывает прыщи, не вызывает. А вот мне интересны составы. Я не знаю, почему у меня в последнее время я просто двинулась на этих составах, я их разбираю, разбираю, разбираю. Мне это очень интересно, мне хочется делиться этой информацией с вами и я продолжу это делать. Но подведем, давайте, итог. Говорить-то я могу вечно. Для жирной кожи, склонной к акне, на теплое время года, когда отказываемся от кислот, N4W 100%. Для такой кожи, как у меня, сухой, чувствительной, все-таки пользуемся Dr.Core. И если все-таки есть сухая кожа, чувствительная, но склонная к акне, можно, если Dr.Core, кажется, дороговато, это на 100 рублей дороже, попробуйте гель Axiology, но все-таки Dr.Core нежнее. И, ну, все-таки в нем есть Перфтор, господи, Перфтор Декалин, вот этот комплекс Аквафтемовский, поэтому он, скорее всего, будет лучше регенерировать нашу кожу. Ну, это уже вам выбирать. И, кстати, девчонки, вы представляете, оказывается, в нашей сыворотке из линейки Beauty Lab, которая сияния, есть один потрясающий ингредиент. А эта сыворотка сегодня, ну, я снимаю уже завтра. Короче, сегодня последний день, когда вы смотрите, последний день, когда можно купить эту сыворотку со скидкой.